всем привет дорогие друзья подписчики канала механизатор в молдове сегодня 11 августа ветреный день не знаю будет дождь но я бы хотел остановился я накрою поле хочу делать осмотра выхлителя потому что как бы это поле мне достанет уже трясет как на камнях хочу смотреть все спадки если целые я извиняюсь за ветра смотрите колхоз прескалась именно где надпись велес так танк мой работает никаких претензий к нему было бы хорошо если кабина была на подушках на этих новых которые выходят вчера был на выставке быстро даже не успел ничего поснимать договорился с бригадиром разрешал меня на пару часиков это полчаса дело вернулся опять на работу буду стоять уже много ветра потому что представляю себе какой ужасный звук давайте залезем лучше в кабине отпустил я сиденье полностью потому что трясет аж капец как знаю уменьшили угол на камеру будет лучше нет забывая отпустим навеску и поехали здесь уже десять лет пахалась вот так а я сейчас иду поперек радость какая здесь еще более-менее где есть каналы эти аж трактор умирает сделал я несколько борозды по этим каналам чтобы было трактору легче один круг у меня занимает 20 минут где-то так я считал длина один километр ширина рыхлителя 3 метра 30 соток за один проход вокруг там больше пол гектара яблок брал себе утром сада нашего только что снимал один видит в тик токе вот так вот у меня в кабине не очень чисто не успеваю вот видите начинают уже приколы хожу на 5 сегодня 10 было уж слишком быстро а между восьмой и девятой и нет никакой разницы 4 мой навигатор купленный на алиэкспрессе так сказать вот видите как он идеально линии рисует никаких зазоров прям тримбл даже лучше дженгирского депресса единственное что меня бесит каждый день это зеркало для такого большого трактора который весит 10 тонн такие зеркала маленькие если ходить с агрегатом больше трех метров ничего не увидишь прям ничего даже с этими мне тяжело увидеть когда езжу по трассе тяжело вижу рыхлитель машины весело хорошо что есть планшет смотрю иногда документальные фильмы слушаю музыку подключаясь к бюту трактору вчера на выставке сел в точно такой же трактор небо и земля такой смотришь как будто точно такой же а запах там другой чуть-чуть кабина уже на подушках компрессор есть на моем тракторе компрессора нет это очень плохо не дай бог что-то случится с одним колесом то нужно вызвать спецбригаду а если что-то случится ночью то уже представляете что будет ничего нового вот сзади как смотрится обычная будня тракториста смажу я его в поле потому что утром у нас в бригаде там пробки каждый спешит продувать свой трактор не хочу я затягиваться а так я выхожу и отдыхаю и кручусь вокруг него с толком хотя бы вот видите каналы не знаю передает ли вам камера или нет даже дискатор не зашел бы этим каналом так раскатывает такой смотришь два раза было здесь поведено дискование а тогда я не знаю что вы делали даже не поперёк дискование ближе моей полосы было по-любому трясет как бешеный а все эти кейсы они трясут все кого слышу которые работают на кейсы они все жалуются на т-150 и на т-700 лучше хотя бы не трясет поговорил вчера с одним другом у него каналы трактористы в Молдове если вы увидели он сейчас работает на т-150 а раньше тоже работал на 225 сказал что по сравнению на 225 намного неудобнее чем т-150 единственный плюс что здесь есть кондиционер трансмиссия удобная для работы а так сиденья я не знаю зачем эти австрийцы или американцы не знаю кто делать дизайн этого трактора они решили как бы не делать как эти джангер восьмерки длинными а укоротили раму и сделали их как бы я не знаю и сделали так чтобы было по управляем разворачиваться побыстрее и за что и смотрю эти восьмерки не прыгают так сильно и даже семерки с джандира не прыгают так сильно про независимый мост даже ничего сказать не хочу передней знаю правильно назвать но там впереди на всяких джандирах идет и комплектация или балка или независимая в любом случае он длиннее и не будет так прыгать но я пан джандира но придется работать на кейс кейс тоже не так скажем неплохая фирма в америке даже вообще кейс считается однодневным уровнем с джандиром там вечная война идет комбайнов красных и зеленых вот так разворачиваюсь в двух этапах раньше я делал контрольную борозду было неудобно и решил вот так а мне это поудобней и спокойно никуда не спешим без гадали без ничего звук у него какой игрушки от этой трансмиссии отпускаем даем газку и поехали и хотелось бы gps иметь но пока лишь только мечта этого края уже где-то 10 минут займется наверное лучше включу камеру когда буду смазывать всякие компоненты ну что ребят пришло время смазать все компоненты начиная от рыхлителя и заканчивая трактора или наоборот начиная трактора и заканчивая рыхлитель надену я спецовку вводим здесь только каток смазывать сейчас вытаскиваю шприц будем идем шприц Доброе утро! Вот такая фигнюшка заказал я на Алиэкспресс, достойная, нравится мне как она работает, рекомендую. Деньственный минус, что для больших талотниц она не подойдет. Так, смазываем. Хватит. И не нужно держать руками, как на тех заводских. Навеску. А сначала здесь, в колесах. Здесь навески не нужно много раз, два раза по каждой талотнице и все, хватит. Дальше пойдем с той стороны. Забываем стель смазывать. Винта. Именно в этих местах и удобная эта штучка. Завтра я его заправлю. Чувствуется, что он уже заканчивается. Заканчивается солидо. Заканчивается солидо. Давайте здесь будем смазывать, где доступно пока что. Здесь. Здесь. А, здесь. Все. Потом. Буду крутить сейчас колеса. И будем в этих дозаторах, цилиндрах смазать пальцем. Что мне нравится. Здесь. За три минуты смазываешь все компоненты. На комбайне там минимум полчаса. Все, ребят. На этом все. Закончил. Сейчас буду мыть руки. И все. Редактор 500. Вот так как все. Спасибо. А